Даже захватить Донецкую область им не хватит, не хватит никаких ресурсов, уже это технически невозможно. Я говорил, пик их боеспособности это взять Елисчанское, Северодонецкое с 1 июня. Даже они вышли на плато, а потом это плато начало крениться. Почему начало крениться? Потому что они убили через вот эти бессмысленные атаки в попытке взять Донецкую область. Убили Бавдеевку, убили Пески, убили Опытное и так далее. Спартак убили, Донецкий фронт, грубо говоря, убили свою наиболее мотивированную пехоту. За счет того, что наши очень держали оборону, и здесь нужно понимать, что у них нет сил. Нужна передышка, которую они вымаливали через зерновое соглашение, через шантаж на ЗС. Выманивали для того, чтобы получить прекращение огня и там где-то попытаться подсобрать войска. Но как они их собирают, нам тоже хорошо известно и всем известно. Вот этот Третий армейский корпус, о котором многие говорят, который пошел уже в бой, в частности он был на Харьковском направлении, и там ему навешали отдельное подразделение, перебросили вертолетами, чтобы быстро закрыть наш прорыв, но ничего не получилось. Он же, таких корпусов должно быть сформировано было четыре. У них четыре тех самых, четыре военных округа, каждый должен сформировать такой корпус по 15 тысяч человек. Сформировали только третий, трое остальных не сумели это сделать, и он должен был 15 тысяч, а он только 10. То есть они его даже не доформировали, уже кинули в бой. Вот их реальные возможности по мобилизации кого-либо, чего-либо. И без того, чтобы они полгода, четыре месяца простояли, прекращение огня и накопили силы неведомыми путями, ничего у них не получится, но мы не дадим им этого, этой возможности. Поэтому ничего у них не выйдет, они наступать уже не будут. Вот эти тычки несчастные в Донецкой области, это ничто. Возможно, они будут пытаться наступать, но это, во-первых, не оперативный уровень будет наступление, а оперативно-тактическое, в лучшем случае, тактическое, то есть это размах будет 50-60 километров, что-то около такого. Во-вторых, это ничем не кончится для них. Они потеряли стратегическую инициативу, она переходит к нам сейчас. Мы выбираем место и время ударов, они вынуждены реагировать, реагируют они очень плохо, с импровизацией у них традиционную скверну. Так что тут вопрос не о том, как и когда они будут наступать, вопрос скорее, как и когда мы их разгромим. Но здесь тоже все очень сильно зависит от объема взаимодной помощи военные. Если они будут соответствующими, то мы быстро это сделаем, не дав им возможность подсобрать внутренние ресурсы. Если ее будут растягивать, да, у них может появиться возможность, о которой я писал заложенный в своей статье, вместе с Заброцким, что они включат какие-то внутренние резервы, договорятся на черном анеке, на купе оружия, поднимут схоронение, криво-косо, но сформировали подразделения, которые смогут весной попытаться наступать. Очень важно не дать им передышки, очень важно нанести им на основное поражение дузе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!